Год свиньи вообще-то приближается, а у нас до сих пор нет хрюшки. Кошки, собаки, хомяки, попугаи, черепашки и даже дракон. Где свинья? Хрю-хрю! Пухля, ты ли это? Всем привет, я Анна Оськина и как правильно заметила Барби, у нас до сих пор нет хрюшки. Точнее, не было до этого видео, потому что сегодня изменится все. И теперь у нас тоже есть символ наступающего 2019 года. Чувствуете, Новый Год уже близко? Хрю-хрю! Милая моя хрюшечка, пухлечка! Ставь лайк, если тебе нравятся пухля и темы питомцев для кукол. И если ты тоже ждешь Новый Год. Кстати, кто знает из какого мультфильма этот милый поросеночек? Пишите в комментарии, посмотрим сколько из вас его смотрели. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ведь впереди еще много классных видео. Ну а мы начинаем. Для работы я выбрала три цвета полимерной глины FIMO. Беру розовый цвет и катаю большой розовый шар для тела пухли. Немного его вытягиваю, делаю одну сторону чуть побольше, вторую чуть поменьше. Большая сторона это будет голова, поменьше это попка. И немножечко загибаю, как будто бы она смотрит чуть вверх. На той стороне, которая будет головой, делаю небольшое углубление, то есть вмятинку для того, чтобы сделать форму морды. Делаю углубление сначала поперек, а затем еще накрест, чтобы получилось пространство для лба и щечек. Аккуратно все заглаживаю пальцами, чтобы не было никаких резких изломов и вот такая вот мордочка должна получиться. С обратной стороны, со стороны попки тоже делаю небольшую бороздку и выравниваю пальцами, чтобы получилось начало двух задних лапок. Беру кусочек розового цвета, катаю в шарик и формирую его вот в такой вот треугольничек. И этот треугольничек присоединяю на мордочку между щечками. Это будет пятачок. Беру моделирующий инструмент и заглаживаю швы, чтобы пятачок получился вросшим в голову. Но он и растет за головы, ведь пятачок это нос свинки. Вот так у меня получается. Теперь беру два шарика, расплющиваю их и накладываю на щечки. Делаю щечки еще пухлее, ведь какая пухля без пухлых щечек. Посмотрите, должно получиться так, как будто щечки, как две большие складки подходят к носу. Со стороны носа они более пухлые, а дальше они разглаживаются и полностью врастают в тело. Все швы с той стороны, где они врастают в голову я заглаживаю, ну а складочки около пятачка я оставляю. Очень удобно убирать и разглаживать швы влажными салфетками. Я просто ее наматываю на палец и аккуратненько заглаживаю. Кстати, обратите внимание, что свинка сделана из светло-розовой полимерной глины. И туда прилипают все грязинки, ворсинки, отпечатки пальцев остаются и вообще ничего такого. Поэтому влажными салфетками можно убрать всю пыль и грязь. У меня получается милая чистая свинка. Я катаю небольшую колбаску и накладываю ее под пятачком, чтобы получилась нижняя губа. И таким образом формируется рот свиньи. Нижнюю губу тоже аккуратненько присоединяю и заглаживаю все швы. Сверху делаю небольшую складочку. Она будто бы нависает над пятачком. Ее тоже нужно очень аккуратненько загладить, все это выгладить. И вот такая мордашка получается. Свинка у меня будет с темными пятнышками, поэтому я в розовый цвет добавляю капельку черного и тщательно перемешиваю. И у меня получается вот такой вот темный цвет, серо-розовый. И из этого цвета я сделаю пятнышки на теле свинки. Катаю маленький шарик этого темного цвета и расплющиваю на месте, где будет глаз свинки. То есть получается, что глаз будет именно на месте этого темного пятна. Инструментом с шариком на конце делаю два маленьких углубления. И в эти углубления вставляю два маленьких черных шарика, которые и станут глазками свинки. Также я хочу сделать пятнышко на боку свинки. Поэтому я расплющиваю кусочек полимерной глины темного серо-розового цвета и накладываю на тело. Я его хорошенько к телу прижимаю и выглаживаю влажной салфеткой, чтобы получилось как будто бы это все единая часть. Как будто бы оно на нем нарисовано. Кстати, эти темные пятнышки можно также и нарисовать потом, после того, как вы полностью сделаете свинку и запечете ее. Но я решила, чтобы эти пятнышки были просто несмываемыми. Большое и чуть поменьше. Беру два одинаковых шарика розового цвета и делаю из них уши. Я сначала катаюсь в капельки, эти капельки расплющиваю, получаются вот такие треугольники. На треугольнике моделирующим инструментом делаю небольшую бороздку. Углубляю, разглаживаю и присоединяю к голове свиньи таким образом, чтобы бороздка смотрела назад. Моделирующим инструментом аккуратненько примазываю, приклеиваю ухо свиньи к голове. И затем вот так вот слегка его загибаю. То же самое делаю с другой стороны, со вторым ухом. Загибаю ушко и вот такая милая мордашка получается. Беру кусочек более яркого розового цвета. Катаю в шарик, шарик в капельку в треугольничек. Расплющиваю этот треугольничек на рабочей поверхности, чтобы он получился тоненьким. И это будет накладка на пятачок. Потому что пятачок у свинки такой яркий, розовый. Этот треугольник накладываю на него и прижимаю. В пятачке конечно же нужно сделать ноздри. Я их делаю моделирующим инструментом. И посмотрите как будто бы немножко наискосок. То есть чтобы получилось, если смотреть спереди, форма капли. Углубляю их, чтобы глубокие получились, большие. Чтобы свиньи хорошо было дышать. Катаю тоненькую розовенькую колбаску. И закручиваю ее вокруг зубочистки. Мы делаем вот такой вот закрученный хвостик. Отправляю этот хвостик запекаться. После запекания снимаю его с зубочистки. На кончик наношу клей. Делаю дырочку сзади в свинье. И вставляю хвостик. По-моему это очень мило. Лайк, если тоже так думаете. Беру два одинаковых шарика. Катаю их в капельки. Отрезаю округлые части. И присоединяю к телу свинки. Чтобы получились передние ножки. И аккуратненько размазываю. Примазываю, чтобы не было швов. Чтобы получилось, что ноги действительно растут из тела свиньи. Вот такие вот прекрасные лапки, ножки, копытца. Как их называть? У меня получились. И теперь нужно сделать задние ноги. Задние ноги делаются немножко по-другому. Тоже сначала я из шарика катаю капельку. Но затем я ее изгибаю. Посмотрите, как должно получиться. Расплющиваю сверху, чтобы получилось место бедра. И аккуратненько это место примазываю уже к телу свиньи. Если бедро слишком сильно торчит, слишком сильно выпирает и некрасиво смотрится. То все лишнее нужно обрезать, конечно же. И все швы, все неровности, все это нужно замазать. Прямо пальчиками, аккуратненько. После чего свинку нужно запечь 30 минут при температуре 110 градусов. Ну и после запекания я делаю копытца. Копытца я решила не лепить, а раскрасить акриловой краской. Сначала я крашу нижнюю часть ног коричневой краской. Жду, когда коричневая краска высохнет. Нужно покрасить и передние, и задние ножки. Ну и когда краска высохнет, черным цветом я делаю разделение копытца на две части. То есть получается два пальчика. И в результате у меня получается вот такая милая свинка Пухля. Кстати, в начале видео я просила вас написать в комментариях из какого она мультика. Если вдруг вы не написали и хотите узнать, вдруг вы не знаете. То конечно же это свинка из мультика Гравити Полз. Я надеюсь, что все ее узнали. И мне кажется, что как нельзя кстати было бы ее сделать как раз таки в преддверии Нового года. Ведь следующий год это год свиньи. Если вы еще не определились с подарками своим друзьям или близким. То вы можете подложить им свинью. Точнее сделать свинку своими руками. Из полимерной глины. И теперь вы знаете, как все это делается поэтапно. Ведь я вам все рассказала. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Оказалось полезным, что вы обязательно сделаете своих свинок. Если сделаете, то присылайте фотографии в мою группу вконтакте. У меня есть специальный альбом по моим мастер-классам. Туда вы можете загружать все работы, которые выполняли по моим мастер-классам. И делиться ими с другими моими подписчиками. Кстати, можете тоже посмотреть, что там еще есть. Потому что там люди делают всякие разные невероятные штучки. Не забывайте поставить лайк, если вам понравилось это видео. И конечно же обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Чтобы не пропустить мои новые видео, которые выйдут уже совсем скоро. Я надеюсь, что я вас порадую еще чем-то очень и очень интересным. И до новой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok